Владимир Тихонович, молитесь. Боже, будь милостью ко мне грешному. Создай бы меня, Господи, помилуй меня. Бесчислав согрешил, Господи. Прости меня, грешного, и помилуй. Достойно есть якова истинно блажите Тебогородицу, преснаблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, счастнейший Херувим и славнейшего истину Серафим, без истления Бога, Слово Рожешую Сущую, Богородицу Тя Величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Воскресе измертвое, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, силы честнага, животворящего Креста, святых ангелов наших хранителей и всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благое сей человека любец, аминь. Боже, будь милостив ко мне, грешным. Создав ими, Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй меня. За молитву святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешным, яко ни кали же благое сотворив пред Тобою. Но избавь меня от лукавой, да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу, ста мои недостойно. Восхвалю имя Твое Святое. Отстань, Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, Утешителю, Души истинной, И же везде Сы и вся исполняй, Сокровища благих и жизни подателю. Приди, вселися вны, И очисти меня от всяких скверны, И спаси блажи души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, Помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, Помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, Помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости бездокония наши. Святый, посети цели немощи наши, Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, Иже и Си на небесе, Да светится имя Твое, Да прийдет Царствие Твое, Да будет воля Твоя, Як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, Дашь нам днись, И остави нам долги наши, Як же и мы оставляем долги по ум нашим, И не веди нас в искушение, Но избави нас от лукавого, Ибо Твое есть Царство, Сила и Слава вовеки. Аминь. Встав после сна, Мы преподаем к стопам Твоим благи, И ангельскую песню возглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят Ты, Боже, Молитвы Богородицы, помилуй нас. Слава Свою Сыну и Святому Духу, С постели от сна Ты поднял меня, Господи, Ум мой просвети сердце и открой уста мои, Чтобы воспевать Тебя, Святая Троица, Свят, свят, свят Ты, Боже, Молитвы Богородицы, помилуй нас. И ныне, и всегда, и вовеки, веков, аминь, Внезапно придет судья, И деяния каждого обнаружатся. Со страхом воскликнем в полночь, Свят, свят, свят Ты, Боже, Молитвы Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Свою Сыну и Святому Духу, И ныне, и пристно, и вовеки веков, аминь. Став после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, Что по великой Твоей милости И долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня, Ленивого и грешного, И не прекратил жизни моей И среди бездоконий моих, Но оказал мне обычное Твое Человеколюбие, И поднял меня спящего, Чтобы принести Тебе Утреннюю молитву И прославить могущество Твое, И ныне просвети мои мысли, Чтобы мне поучать со Слову Твоему, Уразумевать заповеди Твои И исполнять волю Твою, И открой уста мои, Чтобы прославлять Тебя В благодарном сердце, И воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, Ныне и всегда, И во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, И припадем к самому Господу Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. Тридцатый Псалом На Тебя, Господь, уплываю, Да не посужусь во век, По правде Твоей избавь меня, Приклони ко мне ухо Твое, Поспеши избавить меня, Будь мне каменную твердыню, Домом прибежище, Чтобы спасти меня. Ибо Ты, каменная гора моя И ограда моя, Ради имени Твое уводи меня И управляй мною. Выведи меня из сети, Которую тайно поставили мне, Ибо Ты, крепость моя, В Твою руку предает Дух мой, Ты избавлял меня, Господи Божией истины. Ненавижу почитать Орисуетных идолов, Но на Господа уплываю. Буду радоваться и веселиться О милости Твоей, Потому что Ты призрел на бедствие мое, Узнал горе с души моей, Ты не предал меня в руки врага, Оставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, Ибо тесно мне, И иссохла от горести око мое, Душа моя и утроба моя. И стоящилась в печали жизнь моя, И лета мои встинаниях. И из немогла от грехов моих Сила моя и кости мои сохли. От тех врагов моих Я сделался поношением даже у соседей моих, И страшилищем для знакомых моих. Видящие меня и на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый, Я как сосуд разбитый. Ибо слышу злоречия многих, Отсюда ужас, Когда они сговариваются против меня, Умышляются и сторнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог. В Твоей руке дни мои Избавь меня от руки врагов моих И от гонителей моих. Яви светлое лицо Твое, Робу Твоему. Спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постужу, Что я к Тебе взываю. Нищтивые да постромятся, Да умолкнут в аде. Они имеют устал живые. Которые против праведника говорят злое С гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, Которые Ты хранишь для боящихся Тебя, И которые приготовил уповающим на Тебя Пред ценами человеческими. Ты укрываешь их под покром лица Твоего От мятежей людских, Скрываешь их под сенью От прерывания языков. Благоценный Господь, Что явил мне дивную милость Свою В укрепленном городе. В смятении моем, я думал, Отвержен не от отчей Твоих. Но Ты услышал голос молитвы моей, Когда я воззвал к Тебе. Любите Господа, Все праведные Его. Господь хранит верных, И поступающим надменно Воздаются избыткам. Мужайтесь, И долг крепляется сердце Ваше, Все надеющиеся на Господа. 31 Псалом Блажен, кому отпущены беззакония, Ищи грехи покрыты. Блажен человек, Которому Господь не вменит греха, И в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, Обвешали кости мои От седневного стенания моего. Ибо день и ночь Тяготела надо мной рука Твоя, Свежесть моя исчезла, Как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой, И не скрыл беззакония моего. Я сказал, Исповедуй Господа преступления мои, И Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник Во время благопотребное, И тогда развитие многих плод Не достигнет его. Ты покров мой, Ты охраняешь меня от скорби, Окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю Тебя, Наставлю Тебя на путь, По которому Тебе идти. Буду руководить Тебя, Око мое над Тобою. Не будьте какой, Как ваш шаг несмысленный, Которых челюсти нужно обуздывать Уздою и удилами, Чтобы они покорялись Тебе. Много скорби нещетивому, А уповающим на Господа Кружать милость. Веселитесь, Господи, И радуйтесь праведной. Рождествуйте все правы сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Боже мой, Господь Иисус Христос, Во великой любви Ты сошел и воплотився, Чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, Молю Тебя, Спаси меня по благодати, Ведь если бы Ты за дела спас меня, Это не было бы благодатью и даром, Но, скорее, долгом. Истинно так, Богат из страдания И не изречены в милости, Ибо Ты сказал, О Христос мой, Верующий меня будет жить, И не увидит смертью во веки. Если же вера в Тебя спасает Потерявших надежду, То вот я верую, Спаси меня, Ибо Ты Бог мой и Создатель. Стремится же мне вера вместо дел, Боже мой, Ибо не найдешь никакие дел, Оправдующих меня. Но вместо всех дел, Да будет довольно верой моей. Пусть она отвечает, Пусть она оправдает меня, Пусть она соделает Не участникам славы Той Вечной. Да не похитит же меня сатана, И да не похвалится тем, Что торг мне Твоей, Слово Божие, Руки и защиты. Но хочу ли или не хочу, Спаси меня, Христос Спаситель мой, Скорей приди ко мне на помощь, Поспеши, я погибаю. Ты Бог мой, Очерев Матери моей, Сподоби меня, Господи, Ныне возлюбить Тебя, Как я возлюбил некогда тот самый грех, И вновь послужить Тебе бездленности, Как я прежде работал на сатана Борстителя, Буду же прежде всего служить Тебе, Господой Богу моему и Иисусу Христу, Во все дни жизни моей, Ныне всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставь мне внести мою бедную душу, Несчастную жизнь, Не оставь негрешного, И не отступи от меня за невыдержанность мою, Не дай возможности, Загомо-демону, Почтить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, И опустившуюся в мою руку, И выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, Хранитель и Покровитель, Беда мою души и тела, Прости мне все, Чем я оскорбил Тебе Во все дни моей жизни, И если я чем согрешу прошедшую ночь, Зачти меня настоящий день, И сохрани меня от всякого искушения вражеского, Чтобы мне не пронимать Бога никаким грехом, И молись за меня, как Господу, Чтобы Он утвердил меня страхи свою, И садил меня рабом, Достойно своей милости. Аминь. Аминь. Бесвятая Владычица моя Багродица, Святыми Твоими всесильными мольбами, Отгони от меня ничтожно несчастную раба Твоего, Уныние, Забвение, Неразумие, Нерадение, И все скверные, Лукавые, И хуйные помышления несчастного сердца, И от помраченного ума моего, И погаси пламя страстей моих, Ибо нищ и слаб. Избавь меня От многих углубительных воспоминаний и намерений, И освободи от всякого злого воздействия, Ибо Ты благоценен от всех родов, И Твое причинное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Надежда, Любовь, Ибо мы усердно к вам прибегаем, Скорым помощникам и молительникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, Обрадовна Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, И благословен плод чрева Твоего, Яко родилась и Христа спасся, Избавитель от душам наших. Непобедимая божественная сила, Чеснага, животворящего Креста Господни, Не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, И благослови достояния Твое, Победа на сопротивные дары Твое, Сохраняя Крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного родителей, Сродних и благодетелей, Метрополитов, Агафангела, Тихона, Антония, Священная Рея Акима, Павла, Геннадия, Сергея Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Вадима, Засы. Владимира, Максима, Андрея, И Глебу не дай погибнуть, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Антония, Метрополитов, Сергия, Патриарха Кирилла, Франциска, Корниль, Александра, Деодора, Метрополитов Тихона и Лариона, И весь священний, Чискино, Чискичин, И вышли из служителей миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, да еще священника, рожденного свыше, который благовестникам и место для занятий, смирилась и воинство их, наведи страх твой на них, и через них статвори благое церкви твоей, умудри их издавать и исполнять добрые законы, дабы дали достойно жить людям, чтоб было еще уделять нуждающимся, и сохрани их от покушения на них, преобразуя сердца в духовное, Владимира, Михаила, Андрея, Александра, Зезепа, Рамзана, Владимира, Александра, Эльдогена и все правители и начальствующие, о которых в слове Вожем сказано, что на суде страшным последним будет строгое взыскание, как они руководили народом, куда его вели, ко Христу на небо или в пропасть ада, ради своих личных удовольствий и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, Белоруссии, Карабаху, Казахстану, где смуты и мятежи. Мы молились о смирении мятежника, и ты убрал его в одно мгновение, остался Илья, но ты пощадил его Господи и по милости своей дал еще побыть ему на свободе, чтобы он не звал людей в бездну. Митингами, протестами, ничего не обещаем взамен, кроме вечной погибели. Народ Божий, будь очень внимательный, следуй только за Христом. Слава тебе, Христе Божий наш! Как ты великий дивин, Господи Божий! Сохрани наше жилище, селение от пожара, воров, нечистой силы и благослови живущих там, Андрея, Игоря, Игоря, Владимиру Дайверу, благослови Людмилу, Владимиру, Любовь, Алексея, Иосифа и прищи добрых жителей с детьми, любящими, знающими уставы твои, ходящих по слушанию, и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Алектину. Слава тебе, Христе Божий наш! Юрия, Александра, Александра, Сергея и Сергея, мы прославляем Твое всемогущество, Господи, по милосердию Твоему. Возри на угрозы врагов, на их потоки лжи, изливаемые постоянно, ставящих задачи, не скрывая ее, полностью уничтожить православное селение и наше интернетное содружество. Утиши их, Господи, и в студный день не помяни их безумия, не понимать, что они творят. И молитва о них, как будто, совершенно не доходит до Бога. Это один из признаков того, что люди похулили Духа Святого. О, да не будет всего, когда нет прощения. И благосты и благодетели наших, воздаем добром Елену, Елену, обрати Евгения, Натальи, Надежды, Юрия, Эдуардны. Мы просили помочь нам переиздать Трехтомник Нового Завета, Столкование Блаженного Феофилакта и Комментариями и Книгу к Истинному Православию. И ты не только это позволил и сделал, но и издали еще проповедь в стихах, проповедь в воскресе Святой Библии. Просим, Господи, для окончания этих трудов, помоги нам издать ответы во свете Святой Библии. И для Слова Божия нет уз. Хвала Тебя, наш будь любящий Господь. Аллилуйя. Я тяжко, не дуга, пьянство, излая Павла, Михаила, Андрея, Владимира. Найди потерянного Александра, укажи, заявляю он. Блуждающих Алексея и Сергея останови, дабы не обманывали себя и людей. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Савао, вся земля полна, слава Его, аллилуйя. Слава Вышней Богу, на земле мир, в человеке благоволение. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны церкви, соборов, как на истину. Аллилуйя. И в вечности воздай милостью всем, кто трудился над моей душой и возрастаниями в Тебе. Марию, Степана, Александра, Михаила и Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми и покрой мофором любви и зависти несчастливых от всего, что не славит Господа. И благослови всех, кто помогал нам совершить миссионерские путешествия по всей стране и по многим странам мира. И Ты возвратил нас, Господи, в здравие, сохранил наши животные, которые были с нами. Это милость неизреченная Твоя и посеянная нами тогда по Твоему благоволению дает и ныне плоды свои, увеличь их, Господи, и на будущее, чтобы новые души обратились. И по свеликими подарками Ты послал нас к ним. Хвала Тебе. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога мне грешен. Благодарю Тебя, мой добрый ангел. Сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Прошу, не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мы по мытарствам, страшным и непонятным. И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, претеща Христова, моли Бога о нас, Господи! Ну, мужчина, житель в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и доволен. Никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным и видеть нуждающийся в нашей помощи и по мере сил помогательным. Аллилуйя! Слава Тебе, Христе Божий наш! Каждому дар и доброе жилье. Первые христиане не имели ни одного храма, но они ежедневно собирались по домам, прославляя Бога, вникая в Слово Божие. И об этом просили Михаил, Елена, Романа и Катерина. Ты дал им доброе жилье. Расположи к ним и соседей, ближних, кому они возместили, кому подарили Евангелие. Коснись их сердец, чтобы жилища их были наполнены верующими Твоими, чтобы они не были там одиноки, где находятся. Благослови, Господи, путешествующих, Раису, Льва, Виктора, Галину и Акима. Посети болящих, дай силу безропотно перенести страдания. Кирилла, Алексея, Сергея, Антония, Павла, Виталия. Надежда, Людмилу, Любовь, Елену, Александру, Неанилу. Благодарю тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. По Твоему благоволению, Боже, все это может оказаться полезным и спасительным для бессмертной нашей души. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, Мерликийский чудотворец, образ скротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас, о нашей живности, честь которую Господь облегчает наше пребывание на этой земле, как ее доли и печали. Молите Бога на святые пророки Божии, Илья, Елисея, Нох, Моисея, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархик, Езринеми, Амус, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезеки, Иль, Осия, Иаил, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрок и пророк Михея, Авраам, Исаак и Яков. Да исполнит Господь церковь свою, пророческим духом, дабы день прихода, то наше отшествие, не засталось с неготовыми, но чтобы мы вышли на встречу тебе, Боже, с горящими светильниками истинной веры, и сосудами, полными ли добрых дел, с отделанных в Духе Святом и с любовью. Молите Бога на святые ангелы и архангелы, херувимы, серафимы, сенебесные силы, престолу Божию и предстоящей, святые апостолы, Петр Павел, евангелистам, отвергающихся, Матву Куа и Иоанн. Задарует Господь нам жажду исследовать священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о тебе. Слава тебе, Христе Божий наш! Молите Бога о нас, Святые мученики, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Устин Философ, Космай Адамьян, Андрей Стратилат и Иерун Мученик, Климент Римский, Климент Ангельский, Анфимий Камедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял на чертание зверя антихриста на щелой или правую руку, и благослови изъятых из семей, отправленных на военное действие на фронт, Никиту, Александра, Максима. Господи, ты призывал Иоанна и возвратил его, и он не брал оружия, но поставили его перевозить раненых, заботиться о них. Хвала тебе за услышанные молитвы, и этих наших братьев возврати в мире, и просто призванных пока на службу Исааке, Господи Божий наш. Это делай, чтобы они там были как светильники на посвечнике, как город на вершине горы, чтобы постоянно повторяли откровение 13.10. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто убивает мечом, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Аллилуйя! Посети в томящихся вузах, тюрьмах, лагерях, психиатрических темницах, верующих в тебя. Дай им силу быть верными тебе и там. Дай каждому истинное духовное рождение. Монаху Сергею, Владиславу, Вару. Мы молились об Ильи, и так внезапно ты освободил его до суда. Благослови этих судей, принявших такое решение. Это событие является чудом в наши дни. Но мы его не видим здесь, Господи. Благослови этого Илью, чтобы не давал повода ищущим поводам. И был с нами вместе на молитве, единодушно прославляя твои дивные дела. Аллилуйя! Молите Бога на Святые Отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоус, Афанасий Великий, Ефрем Щерин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий, Радонский, Стефан, Пермский, Серафим, Саровский, Ян Тобольский, Ян Крынштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл, Имефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет, Ироним Стридонский. И все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Да укрепит и сохранит нас Господь в святой православной вере. А заморозти эритиков и сектантов разрушу, развеемничну преврати. Как много душ обольщено были этими эритиками, которые называют себя церковью. Церковь была основана Духом Святым в первом веке, Сионской горницей в доме Корнилия. Но не спустя полторы тысячи лет. Господи, откроем глаза на это. Сотни миллионов людей увлечены этим безумием. Где нет священства, там нет и таинства. Где нет пресчищения, таинства нет жизни живой, говорит Слово Божие. Будь милостив, Господи, и найди отступников Николая, Александра, Юлия, Евгения, Тамару. Для тебя нет невозможного, Господи. Будь милостив потерявшим Тебя из верующих семей Ливии, Леониды, Тарасии. Вы должны помнить о них, Господи. Просили молиться об изгнании из них Злово Духа, Рустик, Ирина. Поспеши на помощь, Господи. Какой страшной беде подверглись люди. Будь милостив. Родители просили помолиться о детях, младенцах, чтобы они выросли верующим, послушные родителям и стали благовестниками. Благослови Ангелину, Алфею, Феодосию, Евсевию, Ездру, Игнатия, Марка, Давида, Иосифа. Хвала Тебе, Боже наш, слава Тебе и добровольно пошедшие на военные действия, но не за оружием, а помогать им, Рустика, Валерия. Не допусти, чтобы кто-либо осквернил себя чужою кровью. Хвала Тебе, Благослови Виталия, Никиту, Николая. Дай им желание трудиться в поте лица, добывая свой хлеб. Аллилуйя. И меньше всего интересоваться событиями мира, в которых не можем принять никакого участия для смирения воюющих или еще всего. Научение правильно распоряжаться своим временем, которое невозвратно уходит. Аллилуйя. Господи, и о гражданстве брата Михаила, сестру Елену. Благослови осени Твоей благодатью. У его Девора пришла мать, по-нашему назвать Галина. Обрати ее, Господи, и сестра ее дочери слова додостигнут милости Твоей. Хвала Тебе, Господи, за услышанное событие. Упокою, Господи, в обителях небесных усопших отец и братья наших. Ибо нет человека на земле, которым его не согрешил бы. Прости им всякое согрешение, вольное и невольное. И душам нашим полезное сотвори. Хвала Тебя, наш Господь, любящий Создатель и Творец. Прими нашу молитву, воздействие рук, как жертву вечернюю, как благодать, благоухание приятное. Истояние нашу молитву, молитву всех святых, молящих Тебе на небе и на земле. Ты, Бог, сотворивший этот мир и сохраняющий его, как зеждитель. Ты, Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Ради голгофских страданий и пролитой крови Сына, Твоего Единородного Иисуса Христа, за нас грешных. Прими наши молитвы, исполни о всех заповедавших нас, молиться о них. И мы называем о незаповедавших. Коснись их сердец, чтобы они не откладывали время примирения с Тобой, и что кто-то помолится за нас после нашей смерти. Дай им понять, что за гробом нет покаяния, приемлемо Тобою. Пробуди их сердца. Только Ты можешь сделать это. Моуповай на милость Твою, взывая о них. У нас есть близкие и родные, которые все еще не слонили колени перед Тобою. Тебе, Божья, хвала. Тебе слава. Тебе честь и поклонение и благодарение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, Слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Андрея Устинова, который за рулем был, очень хорошо водит машину, нигде нас не остановили. Все знаки, которые по сторонам наблюдают. Вот Господь как одарил нас. Милостью благодарим всех, кто молился об этом. Уже люди некоторые знают. Мы желаем быть послушными Господу. Но как это будет? Во всем слушать всех Господа, это значит Его слушать все. Вот, коротко сказать, вчерашний день такой переполненный был. Мы кое-что привезли все еще. Вот, хороший урожай нынче был. С картошкой уже во второй половине июня только посадили. И оказалось, что не все с ней в порядке. Она быстро портится. А морков есть у нас, свекла, тыквы. Вот, Господь благословил и все привезли. Первый раз мы за два рейса перевозили. А это все-таки 156 километров в один конец. Ну, милостью Божию. Просили позвонить, когда едет Ирина. Промолчали. Мы все думаем. Ну, раз не звоните, значит, в порядке. Я вам говорил о голубях там, чтобы Иосиф как придет, ему напомнить. Ежедневно, чтобы они согласились у меня там в голубе, 26 голубей. Кормить и поить их. Забота о чем. Ну, и остальное там, где наши дома, обойти вокруг, посмотреть. Нет никакого повреждения. Господь услышал молитву. Мы так благополучно приехали. И сразу пришел программист. Приехал дорогой брат Виктор Петеримов. И тут начал устанавливать. И что-то не ладится. Правда, неправда, что Ютуб закрыл доступ не когда-то, а именно вчера. Для своих каких-то ресурсов. И правда, ни одного не могу открыть. Мастер очень большой руки государственной, умеющий все. И не ладится никак. Так и осталось. Мы не знали, даже будем или нет на богослужении здесь. Некоторые говорят, а чем отличается моление от молитвы? Молитва это одна. Отче наш. Слава Отцу. Богородице, Дево, радуйся. А моление это все в совокупности. Вот. Мы благодарим Господа. Благодарим всех, кто заботился о нас. Молились. Мы это знаем. И мы молимся о болящих. Вот. У Наталии дети. Мы вспоминаем все. На молитвы можем выпустить. Где Михаил. Вот. Это старший, наверное. Так. Второй. Это кто он там? Что-то не записал. Приехал тут. Столько просят помолиться. Вадим старший. Вадим, да. Еще там и маленький такой. Вот. Мы каждый день помним их. Приехали тут. Все еще не расположились как надо. Так. И оповещаем. День был благополучным. Мы даем отчет за вчерашний день. Люди просят узнать, как мы тут. Встретили нас торжественно. Только что без духового оркестра. Люди собрались. Скорее давай вытаскивать из машины все. Ну и брата Андрея снарядили. Отправили с ним что хотели. Благословенный был день. Я вчера даже еще ведро калина красного у меня под окнами растет. Очень сочное. Вот. А то матушка говорит, тут где-то растет у них там. Ну там взять нечто. А здесь сочные такие ягоды. Нынче Господь благословил меня черноплодной рябины набрать 15 ведер. И вот веревочку-то вешал, ведро держать-то. И что-то передавило, видно. Еще врача не были. Диагностику надо, наверное, проверить. Что-то там то ли раздавил мышцы или что. Такая боль не дает руки поднимать. Ну дело Божие. Не на плохом деле были. А сейчас приходится ведро ставить на землю, ягодки туда бросать. И мимо там попадает. Вот. Тут виноград был вчера проверили. Виноград посадили, он для вина, а не для еды. А для еды, вот тут Виталий Калиников нам прислал. Там и ядра нету. Очень сочные такие. Ну вот мы самой мелочью говорим. Тоже кому-то как-то поможет это. Чтобы благодарность не уходила с наших уз. И у нас после моления утреннего считается новый завет столкования блаженов и апеллакта комментариями. Этот подвиг, труд я его называю. Взяли две наши сестры. Хапилина Валентина Сергеевна, Симоненко, Ольга Николаевна. Просьба моя. Всегда их поминайте в молитвах. Сколько лет уже и ни одного пропуска не было. Они оставляют чудный пример для нас. Как быть ответственным за то, что есть. Считают, как дикторы настоящие. Читают, другая у нас принимали крещение в свое время. Итак, дорогие сестры, ваше время. Благослови Господи на чтение Священного Писания с толкованием блаженного феофилакта. Дарую, разумеет, написано исполнить волю Твою во славу имени Твоего Святаго. Деяние святых апостолов, 2 глава, с 22 по 24 стихи. Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованы вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него. Среди вас, как и сами знаете, всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и пригвоздили руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Толкование. Слово это не есть лесть, но так как Петр сильно укорил их, то теперь снисходит им и напоминает о праотцах, убеждая припомнить их веру, и снова начинает сначала, чтобы не возмутить их, так как намерен был напомнить им об Иисусе. Прежде слушая пророка, они не могли возмущаться, и посмотри, как Он ничего не говорит об истинах возвышенных, но начинает со сторон, которые говорят о великом смирении Иисуса Назарея, говорит, называя Иисуса по отчеству, которое представлялось очень ничтожным. Как в тех случаях, когда Христос называется Божией силою и Божией премудростью, мы относим эти названия к Его Божеству, так и в тех случаях, когда Он называется человеком и умершим за грехи наши, мы относим названия эти к Его плоти. И сам Он говорил некогда, вы ищите убить меня, человека, который говорил вам истину. Иоанна, 18 глава, 4, 7 и 37 стихи. Иоанна, 10, 29. Отсюда на основании первого текста возникает еле Самосадская, полагавшая, что Иисус – простой человек. Поистине Бог действует как бы через Сына, через Которого и веки сотворил. Евреям 1, 2. А выражением «среди вас» призывает их свидетели того, что говорит «среди вас», значит, не тайно, не в уголке. Ее, потом, напав на их беззаконие, старается снять с них ответственность за Него и говорит, что они не своей силой сделали то, на что дерзнули. Но потому что Он сам соизволил на это, и что это определено было свыше по предведению Божию. Дали, чтобы не показалось, что они невиновны, невинны, так как, хотя это и было определено, однако же убийцами были они. Чтобы не показалось так, что Он прибавляет руками беззаконных, то есть или через предателя Иуду, или через распявших Христа воинов, хотя известно, что пригвоздившие Его ко Христу совершили беззаконие. Тем не менее, сначала Петр говорит об этом неясно, чтобы не довести их до отчаяния. Ах, как он решился сказать среди убийц, что Христос воскрес! А если говорится, что Отец воскресил Его, так это по причине немощи слушателей, потому что посредством кого действует Отец? Посредством Своей силы, а сила Отца – Христос. Итак, Он сам воскресил Себя, хотя и говорится, что Его воскресил Отец, разрушив узы смерти. Показывает, что и смерть мучилась как бы родами и страшно страдала, когда завладела им, потому что Ветхий Завет болезни, как бы рождающей смерти, называет опасностью и бедствием для нее. Рождающая не удерживает того, что находится в ней, и не действует, но страдает и спешит освободиться. Прекрасно назвал воскресение разрушением уз смерти, так что, можно сказать, разорвав беременное и страдающее родами чрево, Христос Спаситель появляется и выходит как бы из этой рождающей утробы, то есть из уз смерти и из среды ада. Потому Он и назван перворожденным из мертвых. С 25 по 28 стихи. Ибо Давид говорит о нем, видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался, оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицем Твоим. Толкование. Когда намощенный таинственно духом своим Христос вступил в борьбу со смертью и подчинился этому губителю, тогда появившийся противник был сокрушен. Хотя и совершилось это теперь, но предначертано было издревле. Бог соизволял на это сначала и сначала так предначертал. Иисус принял образ раба. Если же здесь говорится, что отец есть одесную сына, а в других местах говорится, что сын одесную отца, то этим обозначается их равенство. Так как Иисус, восприняв смерть, совлек ту плоть, какую принял по плану домостроительства, чтобы снова воскресить ее от смерти, то справедливо, что плоть его питала себя упованием в ожидании воскресения. Они верно и благочестиво говорят, что тело восстало, чтобы быть нетленным и духовным. Так как воскресшая плоть после воскресения есть тело духовное и нетленное. Путь жизни, то есть тот путь, который души праведников прошли вместе с Искупителем, выходя из преисподних мест. Под лицом следует разуметь явление Господа в божественном образе и презрение на нас, которым Он ближе презрел нас. С 29 по 31 стихи. «Поставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления». Толкование «Изложив свидетельство Давида, присовокупляет мужи-братья». Когда намерен сказать, что Льба Великая, предварительно пользуется этим оборотом, воодушевляя их и примеряя. А где не представлялось ничего такого, что могло бы быть вредным, там говорит с большой уверенностью. «Если бы таким образом он сказал просто это сказано Давидом, то показался бы суровым и скорее возбудил бы в них гнев, чем соделал бы их послушными. Оказанием же большей чести блаженному Давиду он достигает того, что является удобоприемлемой мыслью, что пророчество это сказано о Христе. В таком духе построена вся эта речь его, далее они прямо переходят ко Христу, но снова прославляет Давида. И этими прославлениями Давида достигается цель слова, потому что для того и говорится это, чтобы иудеи ради чести, оказываемой имя Давиду и ради его рода, приняли слово о воскресении Христа. Так что если бы этого не было, то есть если бы они не приняли слово о воскресении, то и оказали бы пренебрежение к пророчеству и подорвали бы уважение к себе самим. Престол употребляется вместо царства во многих местах божественного писания. Так и здесь, и в следующем месте, престол твой Божий в век в века по плоти, говорит, потому что по божеству он от века и всегда сидит вместе с отцом, приписывает же все отцу, чтобы удобнее могли принять то, что говорится. Но каким образом сидит на престоле Давидовом? Таким, что он есть царь иудеев, и тем более тех, которые распяли его. С 32 по 36 стихи. «Весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». Толкование. В начале слова, когда и пророка Иоиля привел во свидетели, не говорил, что Христос послал Духа Святаго, но говорил, что послал Его Отец. А когда напомнил и о знамениях Христовых, и о том, что сделано было против Христа, и когда с дерзновением высказал истину об Его воскресении, тогда, наконец, говорит уже, что Христос излил Духа Святаго, что, следовательно, пророк о Нем говорил. «И будет в последние дни». «Сказал о предметах великих он слово свое снова сводит до дела смирения Иисуса». «А кто сие враги, кто объясняет?» Это объясняет апостол. 1 Коринфянам, 15, с 24 по 26 стихи. «А затем конец, когда он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякой власти силу, ибо ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть». «Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе!» «Спаси Христос, сестра!» «Во славу Божию!» «Во славу Божию!» «О, прекрасно как!» «Татьяна Капустина нет, она там сына отвез, сидит, а не в деревне домик-то, а она обратно не привез, она...» «Ну, там можно слушать». «Звоночник мой, каждое утро в 4.40 звонит, чтобы не проспал, по моей просьбе. «Ну, с Богом, все, отходим!» «С Богом, храни Господь!» «Аллилуйя!» «Аминь и Слава Христос!» «Аминь и Слава Христос!» «Аминь и Слава Христос!» «� spy», «Я pathogens,�ения».